Дорис Дэй и Фрэнк Синатра Дороти Мэллоун и другие Авторы сценария Джулиус Джей Эпштейн и Эленор Кофи Оператор Тед Маккорд Продюсер Генри Бланк Режиссер Гордон Доуллес Режиссер Гордон Академия музыки и искусств Доктор музыки Грегори Таттл Два Два Три Четыре Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Аут Кода В следующий раз мы снова продуем Печенье Джесси Спасибо На здоровье Кто выиграл бой? Иди, Лора Спокойной ночи, Лора Спокойной ночи, папа Спокойной ночи, Джесси Присоединишься ко мне? Нет Спасибо Когда ты перестанешь есть? Я хочу есть Все еще? Разве ты не знаешь, что есть на ночь вредно? Знаю Что у тебя здесь, курица? Ромео привез нашу принцессу Спокойной ночи Спокойной ночи, Боб Когда же? Понятия не имею Знаешь, что мне нравится в Бобе? Он такой джентльмен Он просто выпрыгивает из машины, чтобы открыть ей дверь Да Лори Джесси Пар Сегодня это наконец случилось Что? Мы помолвены Посмотри, какой большой бриллиант Что случилось? Будущей миссис Роберт Ниви Что? Я помолвлена Ты помолвлена? На седьмом свидании Самый большой и, наверное, самый вульгарный бриллиант Интересно, сколько он стоит? По-моему, он очень чистый Расскажи, как все было Сегодня я была неотразима Я надела платье Лори И ожерелье Эми Во время танца он не сводил с меня глаз А потом он сказал Дорогая, прошу тебя, выслушай меня А потом он посмотрел на меня Я подумала, какой же он толстячок Он ведь и правда толстоват Ну, ничего Переживем Переживем как-нибудь Дорогая, это чудесно Я так рада Он настоящий джентльмен Дай посмотреть кольцо Я никогда не видела такого большого бриллианта Он прекрасен Честное слово В чем дело, па? Ни в чем Ты ведь счастлив, да? Я счастлив, если ты счастлива Конечно, я счастлива Она просто светится Он один из крупнейших архитекторов Соединенных Штатов Он перестроил половину нашего города Тебе нравится новая площадь? А когда свадьба? Думаю, в июне Если Джесси возьмется, мы все успеем Я твоя сестра Я не домработница Что ты сказала, дорогая? Ты ведь поможешь мне со свадьбой? Конечно Самое лучшее серебро Лучший хрусталь Лучший фарфор Наверное, это Боб Я подниму трубку Джесси, мы должны приготовить утку Это его любимое блюдо Он обожает утку Боб Замечательный Все так рады? Да, все Разве может быть иначе? Девочки, идите наверх Что я могу сказать? Я очень счастлива Не глупи Я сяду на диету вместе с тобой Эмми Думаешь, она на самом деле любит его? Она собирается за него замуж? Я знаю Но это всего лишь седьмое свидание Такое бывает Такое может случиться даже на первом свидании Я знаю, что об этом написано куча стихов и песен Но не говори мне, что ты веришь в это Ты молодая и можешь позволить себе быть циничной И в моем возрасте Ты снова станешь романтичной У нас с тобой не такая большая разница в возрасте Мы с тобой развивались практически одновременно Да и мои любимые туфли всегда были тебе по размеру Вообще-то ты отдала их мне Я делилась Есть разница В любом случае, я рада за Фрэнни Она счастлива А это так хорошо А что если мы с тобой заключим договор? Двойная свадьба Что? Двойная свадьба? Мы найдем двух ребят С хорошим чувством юмора Оно всегда вручает Знаешь, что для меня важнее всего замужем? Я хочу веселиться И в современных мужчинах есть один большой недостаток Они мало смеются Или Или мы отправляемся в монастырь Ты и я Договорились? Ну что ж, мы договорились или нет? Я не знаю Подожди Что? Неужели ты уже собралась замуж? Нет, конечно Уверена Ты же знаешь, что у меня никого нет Разве что сантехник, романтик Бедная Эрни Знаешь что? Да Он мне нравится Он забавный Да Вот только называть его сантехником нечестно А как же иначе? Он предприниматель Он больше не работает У него свой магазин Сюда приходит лишь по одной причине Из-за тебя И ты это знаешь Это ужасно Думаю, он готов сделать тебе предложение Он чинит кран уже третью неделю И никаких результатов Интересно Почему? У Эрни так и не хватит духу Так что в семье Так и Одна старая дева точно есть Две Мы же с тобой договорились, да? И нам след будут говорить люди Вон идут бедняжки Таттл Две старые девы Я даже вижу слезы у них на глазах Спокойной ночи, Глория Спокойной ночи Оставьте дверь открытой, пожалуйста Спасибо Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну что ж, это было чудесно, правда? Спасибо, папа И все же у меня есть замечание Правда? Вам не мешало бы иногда смотреть в партитуру? Вот так, папа И у оркестра, как бы он мал ни был, должен быть только один голос, один Дирижер Да Глупые, глупые девушки Как три красивых женщины могут издавать такие отвратительные звуки? Не кипятись, у тебя давно нет Это мое давление Ты моя сестра, а не врач Конечно Эмми и Эрни все еще на кухне И он не уйдет, пока ты не одобришь его работу Спасибо, Эрни Спасибо Скажи ему хотя бы слово Пока, папа Пока, где мои шляпы? Там, куда ты ее положил Счастливо, папа А куда ты идешь? Наверх Хочу быть красивой, кушать На это уйдет семь часов? Папочка, я же не хочу испортить тебе аппетит своим измученным видом Так, где мой саквояж? Я оставил его прямо здесь Ты оставил его наверху, я принесу Странно, я же помню, что он был на кресле Спасибо Что, напоминает Брамса? Я могу сделать так, что и звука не будет Эмми Нет, нет, уже гораздо лучше Все нормально Спасибо Только посмотри на себя Черные руки Ты не должен работать в таком виде Рубашка, галстук У тебя должна быть форма Я больше не работаю, Эмми Поверь мне, крайне редко Потому что, если тебе нужно И я могу Я понимаю Тебе надо умыться Не стоит пугать людей на улице Дорогой Конечно Не здесь Наверху Конечно Эрни Сними пиджак, прежде чем станешь мыть руки Хорошо Поторопись, дорогая Я поднимусь наверх, руки помою Хорошо Я провожу тебя, папа Хорошо, идем Пока, Джесси Лори Лори, Лори, это случилось Что? Собака У нее родились семь щенят Семь? Ну беги Пока-пока Мамаши всегда будут дороже отцов Привет, сон Доброе утро Скорей Здорово Как ты и говорила, родила прямо на лужайке Никакого стыда у собаки Семь, Рай Уже восемь Именно так, леди Он такой маленький Привет Привет Номер девять Последний Это ужасно Такое редко бывает Миссис Ритчелд Мои поздравления Спасибо Но всех я вам отдать письмо Только не говорите о ваших проблемах Они только начинаются Что? У нее не хватит сосков на последнего Посчитайте Боже Господи, что же мне делать? Кормить этого из бутылочки Как? Я очень занятой человек У меня много домашних дел Да-да, но его надо выкармливать из бутылочки Или можете сразу утопить Утопить? Дешите же, вы вообще пришли в самом конце И вы называете себя ветеринаром? Вы должны спасать жизни, а не разрушать Я не ветеринар Либо выкармливаете его, либо утопите Вы не можете этого сделать, Миссис Ритчелд Я возьму его Я всегда знала, что у тебя доброе сердце, Лори Но ты хотела большую собаку А он врастет маленьким Неважно Он мне нравится Он твой Забирайте его, Мисс Таттл Так вот, вы должны кормить его из бутылочки Хорошо Таттл? Она что, дочь великого Таттла? Да Она моя соседка Даже не знаю, как благодарить вас за помощь Ну а что вы, Миссис Ритчелд Зовите, когда понадобится помощь Конечно, спасибо Милый щенок, да? Он мне нравится Только не говорите, что вы серьезно Я бы на самом деле не смог его утопить Посмотрите на меня Что вы видите? Ничего не вижу Ладно, держите Я старый друг вашей семьи Вы? Я никогда прежде не видела вас Я немного преувеличил Я имел в виду, что мой отец ходил в школу вместе с вашим Правда? Да, меня зовут Барк Алекс Барк Меня зовут Таттл Лора Таттл Рад познакомиться Я тоже Мисс Таттл В кармане у меня письмо для вашего отца Он дома? Вы немного опоздали Он только что ушел в Музыгальную Академию Он декан факультета там Правда? Замечательно А в другом кармане у меня письмо для президента Академии Вы знаете, как туда добраться? Пара кварталов Угол Ламар Там Академия? Нет, там остановка Спасибо Я не шучу Там вы увидите полисмена Он расскажет вам, как добраться дальше Да, между прочим Что у вас сегодня на ужин? Утка что? Утка? Здорово, мое любимое блюдо Ужин будет просто замечательным Это будет третий или четвертый самый счастливый день в моей короткой жизни Но вас никто не приглашал на ужин Ваш отец пригласит? До вечера Кстати, по поводу щенка Его надо кормить два раза за ночь В два часа и в шесть Увидимся Не стоит ставить тарелку рядом со своей Не беспокойся, думаю, он не придет Хочешь поспорить? Даже если он встретится с папой Мило поболтает с ним Это не значит, что он пригласит его на ужин Он не только обещал прийти Он также сказал, где он будет сидеть Он замечательный собеседник Во время нашей беседы мне не удалось вставить ни слова И я уверена, что он съест два десерта Лори Мое впечатление от мистера Берка По твоим словам, он типичный продавец пылесосов Странный тип Девочки, на меня не рассчитывайте Потому что все свое внимание я буду уделять только Бобу Лори Папа идет И он один Не может быть Не может быть Девочки Мистер Берг Что вы ищете? Газету? Почтален обычный Бросает ее вот в этот куст Пожалуйста Спасибо Ну как они? Нормально, громко скулят Боюсь, миссис Ричфилд Сегодня не выспится Собаки Если они разбудят меня Это будет по вашей вине Да-да Они не только громко скулят Они еще и в ноты не попадают Ваш отец был музыкантом Великим Что бы он сказал, если бы узнал, что вы принимаете роды у собак? Еще хуже у собак Миссис Ричфилд Мой отец учил меня любить собак и Моцарта Неважно, в каком порядке Не понимаю, чем вам так нравится это слово? Ба? Давайте шляпу Спасибо Я... Что-то не так Папа! Папа! Как я рада видеть тебя! Как прошел день? Здравствуй Привет, пап Привет Здравствуйте, мистер Берг Привет, Таттл Ну что, я преувеличивал? Нет? Они прекрасны, все троиаи Спасибо Пап, представь нам гостя Конечно, простите Девочки, это Алекс Берг Он так в себе уверен, считает, что может писать хорошую музыку за короткое время Какая самонадеянность Напыщенность и неуважение Но Он мне нравится Да А где же все те обещанные мне комплименты? Я передумал А как же мы талант, о котором мы говорили всю дорогу? Им достаточно лишь взглянуть на вас, чтобы понять, что у вас нет таланта Я Фрэнни Вы выглядите талантливым, что бы там ни делали Правда, я сочиняю музыку Я Эмми, а что вы пишете? Все подряд Иными словами, всякий хлам Не слушайте его, я пишу музыку со времен школьного оркестра Правда? Для театра В Нью-Йорке? В следующем сезоне? В Нью-Йорке А сезон зависит от продюсера Если он мне даст крупный аванс То я готов приступить к работе ровно в 9 утра 1 сентября Вот так Надеюсь Я тоже А все остальное не моя забота Булочки Привет, позвольте вам помочь Спасибо Всегда рад По-моему, вы говорили, что у вас только три дочери Так и есть Это Алекс Берг Сын моего старинного друга Это тетя Джесси Разнакомство тети Джесси Сегодня многое зависит от вас Точнее, многое зависит от вашего ужина Что? Всю дорогу я раздумывал над предложением вашего брата Снять комнату в вашем гостеприимном доме Что? Не надо радости Я еще не решил Как музыканту мне безразлично, где спать Но вот кулинария очень важна Минутку Вам всем известно, насколько строгие правила в академии, верно? Да, мягко сказано, папа Этому молодому человеку удалось их уговорить дать ему работу в академии Основной аргумент – это прибыль с бродвейского шоу, которое он обязался написать И самое главное – он сделал это за семь минут И, неверно, за десять минут я засекал время Но это вместе со вступлением и концовкой Что мне оставалось делать? Я все-таки любил его отца Мы что, еще кого-нибудь ждем? Да, Боб Нерри Боб Нерри Хорошо Френ? Френни? Боб? Простите Привет, Боб Привет, Френ Я шел пешком, думал, что я рано Ты как раз вовремя Всем привет Эми, Лори Меня зовут Алекс Берг, раз знакомству Взаимно Красивые цветы, держи Джесси Спасибо Спасибо, Боб Давайте сядем за стол Все голодны На столе утка Вы с Френ сядете вместе там Папа? Уже иду Вы сядете здесь Лори, ты там? Тетя Джесси? Я буду между вами Давай, Джесси, спасибо Ну что ж, начнем Разумеется Спасибо Тетя Джесси Малыш, ко мне Ко мне Вот настоящий моллюск Ко мне, мальчик Сюда Вот ты где Достаточно отдохни Посиди со мной немного Почитаем Какая чудная вода Это свитер Алекса, да? А это что? Это буква А Для Алекса Нет, я вот об этом Это ноты Вроде Вроде как монограмма, да? Да А у меня дома тоже свитер, Эмми Но он не белый Ты хочешь, чтобы я к нему монограмма тоже пришила? Очень А пришьешь? Конечно А что пришить вместо нот? А что же можно пришить? Гаечный ключ Сифон Вантус Эрни В общем, я об этом подумаю Это ты называешь музыкой? А ну-ка, выключи Это же хит, папа Хочешь слова услышать? Нет Отлично I'm ready Willing And able And honey Now it's up to you So lay your cards on the table And tell me what you plan to do I'm ready I'm able And willing To join you in a little fun But I won't take second billing I've got to be your number one I'm ready to give you my heart, dear I'm willing to hand you the key And I'm able to say from the start, dear It's never belonged to anyone else but me Oh, I'm ready I'm willing And able So if you want to love the truth Just lay your cards on the table Cause honey Now it's up to you Проверь еду I'm ready Oh, yes, you know I'm ready, baby I'm willing Oh, yes, you know I'm willing, baby I'm able Oh, yes, you know I'm able, baby Now I've stated my condition I've got lots of ammunition Ready, willing And I'm able So if you want to love the truth Just lay your cards on the table Cause honey Honey, now it's up to you Где ты был? Мне пришлось пройти полмилии по пляжу, чтобы найти сухую древесину Устал, да? Очень Алекс? Свитер закончен? Как быстро посмотрим Неплохо получилось Спасибо Эми, с этого момента ты занимаешься моей одеждой С удовольствием Да Вам нравится тетя Джесси? Красота, ребят Если вы хотите пообедать, надо собрать еще моллюсков Будет сделано Пойдем, Таттл? Пойдем, Берг Почему мы не копаем? Я хочу видеть только локти и пятки Копать, копать Идем, Берг Хочешь на перегонки до домика? Давай На старт, внимание Подержи Марш! Знаешь, о чем я думаю? Сейчас Куплю вот этот кусок пляжа Снесу все эти бунгало на дороге и построю целую сеть отелей О, Боб Идея прекрасная В Майами давно все так делают Да, но кто слышал просить отелей на пляже в Коннектикте? Именно этим идея и хороша Я бы хотел купить эту землю и назвать ее в твою честь Что скажешь? Только надо определиться с числом нашей свадьбы Осталось пару недель Ты все еще можешь быть июньской невестой Дай мне лето, Боб Давай поговорим про эту осень Хорошо, Фрэнни А ты хочешь пить? Думаешь, такой сильный? Сильный, сильный Поставь меня сейчас же Договоримся Если ты найдешь моллюсков больше, чем я За десять минут То можешь кинуть меня в воду По рукам Один Два Три Четыре Пять Сдаюсь Городской мальчишка Ты выиграла? Конечно, я выиграла Шесть Лори Что? Я хочу тебе кое-что сказать По поводу моллюсков? Нет Хотя да Есть мальчик-моллюск И девушка-моллюск Не может быть А я всегда думала Вот это мальчик А у девочек рот активно двигается Вот так Ну зачем ты так? Я целый день хотела это сделать Я хотел тебе кое-что подарить Надеюсь, тебе понравится Прочитай Вот здесь Для Глории И номера девять От меня Нравится? Алекс Так красиво Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 У тебя занятия F3, помнишь? Я должен закончить Жду Барни с ламп Кого? Пианиста, который поможет мне с аранжировкой Если ты станешь хорошим композитором, тебе не понадобится аранжировщик Надеюсь Когда он придет? Сейчас ждал его неделю Он был сильно занят Я думал, что пьют только тромбонисты Барни не пьет Просто он непредсказуемый Хороший дуэт Непредсказуемые партии Непредсказуемый аранжировщик Ладно, увидимся в академии Да-да Я подойду Привет 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 Проходи Рад вас видеть Долго Дорогу искал? Цветы, паркетный пол, пианино Из кухни пахнет печеньем Просто райский уголок В чем подвох? Помолчи Ты опоздал на поезд? Не люблю поезда Почему? Я же послал тебе деньги Пять долларов Я их поставил на лошадь Она пришла седьмой У нее чудное имя Вот только вспомнить его я не могу Вообще-то ты опоздал на пять дней Если я не выйду из дома, то опоздаю я Мне пора в академию А после этого я расскажу тебе о работе Которую я нашел для тебя Звучит заманчиво Платят немного, но все же В центре города Играешь на пианино и поешь Для начала Одни чаевые Одни чаевые Неплохо Да Не лучше? Ну и не хуже того, что ты имел в Нью-Йорке Вот только люди другие Да Такая глушь Меня слушать не будут Когда я вернусь, мы что-нибудь придумаем насчет комнаты Уверен, мы найдем что-нибудь недорогое Я плохо играю Если бы было так, тебя бы здесь не было Ну да Можешь начинать с любого места Я написал достаточно много материала Неплохо Мелодично Барни, мне пора В кухне хозяйка дома Можешь познакомиться Ее зовут Тетя Джесси Располагайся Ясно Пока Увидимся Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Молодой человек, вы вор? Вор, который играет на пианино? Алекс велел с вами познакомиться Меня зовут Барни Слам А вы, наверное, тетя... Джесси Да Да Ваше имя чувствуется в этих шторах Лампах Уютное имя Сначала было мое имя, а уж потом шторы Что вы за тип? Грозная тетушка Строгих правил Или божий диванчик Который готовит чудные пирожки В своей кухне Жаль, что Алекс не сказал мне О вашем приезде Хотите чашку чая? Конечно От пары кусочков торта Вы тоже не откажетесь? Как вы догадались, что я не ел Со вчерашнего дня? Я тот самый тип, от которого Ничего нельзя скрыть Будьте добры Согрейте для меня немного горячей воды Пойду поставлю чайник Я позже вам расскажу, что я о вас думаю Привет! Привет! Ты быстро вернулась Уже все нашла? Думаю, да Хорошо А у меня сюрприз для тебя Правда? Он мне не помешает Ходьба по рынку окончательно вымотала меня Что это? Сюрприз Кто это? Друг Алекса Он попросил горячего чая Это одна из песен Алекса, да? Мне нравится обработка Приди в себя Что с тобой? КОНЕЦ Звучит божественно Вы друг Алекса? Мы знакомы Я пишу оркестровку для его вещей Меня зовут Лора Я... Я здесь живу У вас сигаретка есть? Вы ее напугали? Хорошо всегда иметь про запас спички Так-то лучше Спасибо Не за что Это написал Алекс? Нет, это моя вещь Мне нравится По-моему, это ужасно Можете так думать, если хотите А мне нравится Это все? Я написал только середину То есть нет ни начала Ни конца Только середина Вы же собираетесь закончить эту вещь, правда? Вы считаете, что песня может быть хороша без начала и конца? Без слов, без голоса? Почему нет? Ну Если бы вы закончили песню, она могла бы стать популярной А вдруг это хит? Мне не позволят Кто? Они Те, кто дарят фортуну Как ты их называешь? Госпожа удача? Муза? Или судьба? Сколько я себя помню, мне никогда не везло Я всегда был человек с перчаткой Знаешь, что это значит? Целый день под солнцем Всю свою жизнь Отмахиваешься от мух И тебе просто не дают возможности сделать ставку Люди говорят У него нет родителей Сделайте ему предложение Он же не откажется Образование и так сойдет Пусть идет работать Ну вот я и работаю А потом раз И великая депрессия А я их перехитрил Я устроился на работу Шесть лет спустя Четырнадцать долларов в неделю Я получил целых две зарплаты И раз Началась война Привет, дружок Теперь ты рядовой И нужен дяди Сэму Мисс Месси Все это было серьезно Это был мой шанс стать героем Пусть посмертно Знаешь, толпа народа, громкая музыка И я в гробу с флагом Получил ли я этот шанс? Нет Я заработал в бронюне в ногу Этого мало, чтобы стать героем Многих пристрелили Нога немного болела Лет через восемь Или девять ногу начнет сводить Особенно во время дождя Это как раз та нога, которую я играю Та, которая стоит на педали Ну что? Еще рассказать? Да Расскажите мне все Как насчет Таланта, которым они тебя наградили? Хорошо Они решили, дадим ему немного таланта Недостаточно для гения Но для посредственности Хватит Он это заслужил Смешиваешь чуть-чуть таланта С другими ингредиентами И получается Барни сламп Барни сламп? Да Это мое новое имя Когда я родился, оно было итальянским Я его сменил Хотел их сбить с толку Но не получилось Надеюсь, вы понимаете, что выбираете легкую дорогу Почему вы так думаете? Жалеть себя так просто Все ясно Если хотите меня оскорбить, пожалуйста Но я считаю, что человек сам создает свою жизнь Если у него достаточно смелости И амбиций Хотите? Нет, спасибо Может, это не мое дело Но я все равно считаю, что Ты закончишь ту песню Или просто любую песню Им не понравится, я уверен Они меня просто ненавидят Я это знаю Уверен на сто процентов Я вижу, это болезненная тема для тебя Давай поговорим о чем-нибудь другом А зачем? Это моя самая любимая тема Я обожаю говорить о своих неудачах Вы здесь? Тетя Джесси Сделайте что-нибудь для него С удовольствием С удовольствием Отверну ему голову И отправлю в тюрьму Ты только что улыбался? Не знаю, разве Сделай мне одолжение Что? Откинь голову и засмейся Во всю силу Зачем? Просто так Просто смейся Я так и знала Что ты знала? Ты не умеешь смеяться Знаешь, кто меня бесит? Веселые пустопрехи Смех это глупо Я говорила не о том, насколько глупо ты смеешься А о твоем отношении К чему? Я попросила его откинуть голову и засмеяться А он спросил, зачем? Разве нужна причина для смеха? Ты так думаешь? Нет А вы? Нет Значит, по-вашему, люди только и должны ходить смеясь по улицам без причины Закинув головы Вам в чай положить лимон? Нет, спасибо Этого варианта не было Все-таки положу лимон, пейте с ним Пожалуйста Ну, лимон так лимон Спасибо Выпью чаю и продолжу беседу Подожди, надо хорошенько подкрепиться Беседа будет непростой Слова мне пока не нравятся, но я над ними поработаю Мелодия хороша Посмотри, что можно с ней сделать Эту я не видел Когда ты ее написал? Закончил час назад Так скоро Парень, ты работаешь или как? Это наш менеджер Знаете, какие они? Все по местам Не выводи меня, парень Что-что? Ты слышал меня? Ты на работе На работе Да, очень хорошо Займись своими делами, Джонни Похоже, тебе у нас не нравится Тогда собирай свои вещи Вы мистер Бартейл? Отец Летти Бартейл? Да, вы что знаете Летти? Мы учились в школе вместе Я Лори Таттл Господи, конечно Она все время вспоминает о вас Вы ведь переписывались А это моя сестра Эмми Очень приятно Мистер Бартейл Очень рад Как поживает Летти? Замечательно Вышла замуж, родила двух детей Очень счастливо, живет в Чикаго Замечательно Передайте ей привет Хорошо Я никогда прежде не видел вас здесь Мы пришли послужить мистера Сламба Теперь мы будем приходить достаточно часто Надеюсь, и даже очень Вы готовы, мистер Сламб? В любое время, мистер Бартейл Время – деньги Спасибо Располагайтесь, ребята Рад, что присоединились к нам Была рада поедаться Мне нравится Бартейл Приятный человек Бартини Двойной Ему не дают петь Барни привык к такой атмосфере There's a somebody Ну почему нет, дедка? Приведи мне хотя бы один привычный довод Почему? Купи мне выпить Официант Официант Субтитры сделал DimaTorzok Нет, так не должно быть. Тебе надо привыкать к улыбке. Как тебе? Тут я похож на идиота. Хорошо, что ты видишь сходство. Ты убиралась в моей комнате, когда меня не было. Это так? Неужели? Я оставила свои отпечатки пальцев. Шторы были раздвинуты. В следующий раз я поставлю цветы на подоконник. Никаких цветов. Почему? Они расходуют кислород. Еще несколько замечаний, и я наденула подушки, кружевные наволочки. Наволочки. Вы живете как животное, но спать вы будете как человек, мистер Сланг. Молодая леди, я застрелю любого, кто... Надо начинать менять жизнь с собственной комнаты. Посмотри на себя. А что со мной? Чем ты стрижешь волосы? Садовыми ножницами? Маникюрными. А, галст, в каких-то пятнах. Помоги мне, пожалуйста. Держи открытым. Думаю, ты должен знать кое-что о коннептикуте. Что? Выглаженные стрелки на штанах. Закон Конституции. Правда. Бабе, это же день рождения папы. Думаю, выглаженный костюм будет, кстати. Я подумаю. Хорошо. И еще, пока я буду в городе, ты можешь поработать тут без меня. То есть? Закончи песню. Забудь об этой песне. Представляешь, как ты удивишь своих богинь, если сочинишь хит. Зачем нужны хиты? Ну, началось. Куплю я себе новый костюм, начищу ботинки, однажды на повороте какой-нибудь улицы. Бам! Луч света. Пау! Д-Е-Д. И меня нет. Умер. Ты невозможный. Вся жизнь с самого начала ожидания того луча света. Глупо и скучно жить в ожидании смерти. Облежи ложку. Ты не думаешь, что это сиюминутный порыв. Я об этом размышлял целую неделю. Неплохо для недельной подготовки. Это дружеский поцелуй. Тогда мы с тобой очень хорошие друзья, Барн. Да. Я тоже так думаю. Причем настолько хорошие, что необязательно дарить друг другу подарки на Рождество. Практичный подход. Ну, я... Я знаю, у тебя в городе дела. Да. Увидимся. Не забудь надеть праздничный костюм. Да, это же Конституция. Покупайте свежие газеты. Самые свежие новости в Таймс. Покупайте Таймс. Ты ненормальная, просто ненормальная. Знаешь почему? Почему? Потому что ты толкаешь ногу, вращающуюся дверь. Толкаю. Подержи подарки. Будь хорошей девочкой. Зачем манеры, если их негде применять? Что, подколол меня, да? Шутишь? Я неделю планировала это. Где же наша машина? На другой стороне улицы. Лори. Я тебя люблю. Лори. Мы уже купили все подарки для папы. Алекс, только посмотри на эти брюки. Они восхитительные. Да. Лори. Лори. Всего восемь долларов, девяносто шесть центов. Дешево. Цветные брюки для папы, они ему не пойдут. Глупый. Ты с ума сошел. Ты не слышала, что я тебе сказал? Ты что-то сказал? Да, я сказал, что... ...люблю тебя. Ты что-то говорил? Мягко говоря, я пытаюсь сказать тебе кое-что уже шесть минут. Да, ты меня не слышишь. Что? Я люблю тебя, Лори. Да. С каких-то... С первого взгляда. В этом смысле я не оригинален. Ну и... Билеты готовьте? Да. Машину я подгоню. Это было что-то вроде предложения, и я ожидаю что-то вроде ответа. Так теперь, кажется, говорят. Ты знаешь, что я чувствую. Что? Я обожаю тебя. Начало хорошее. Давай поженимся на следующей неделе. Алекс, мы не можем пожениться на следующей неделе. Почему? Давай пока оставим все как есть. Мы так здорово проводим время. Мы после свадьбы будем веселиться. Сутками. Правда? Лори, ну что там думать? Я тебя люблю. Ты мне нужна. Точно? Правда? Разумеется, идиотка. Если бы ты была мне не нужна, я носил бы я целый день в твоей коробке. Это аргумент. Но ты должен кое-что знать обо мне, Алекс. Да. Я всегда смеюсь не вовремя. Я знаю, я тебя научил. Я буду смеяться с церемониями. Как ты думаешь, я что буду делать? Я? Здорово. Это может быть забавно. Правда? Хорошо. Стой тут. Пожалуйста, подержите. Спасибо. А теперь? Ну что встал? Отдай ему коробки и поехали. Нам пора домой. Как отдать ему коробки, когда он так занят? Сара, ты не видишь? Что значит занят? Он целует ее. Ну потому ты занят. Дело молодое. Серьезное. Мы это сделали. Наверное. Дом цел и невредим. Правда? Тишина и покой. Неплохо, да? Очень хорошо. Можешь помочь с водатом? Ну конечно. Спасибо. Кстати, я вообще не собиралась замуж. В ближайшее время. Точно. Значит, убежденная холостячка. Пойдем в дом. Идем же. Алекс, давай не будем ничего говорить до дня рождения. Пусть это будет папин праздник. Хорошо? Хорошо. Согласен. Идем. Нам столько надо успеть сделать до прохода папы. Дел по горло. Как там папа? Сколько сам увидишь? Я бы не отказался от такого подарка. Выбирал-то для себя. Приготовьтесь, они идут. С днем рождения. Только посмотрите. Какая красота. Ну что сказать? Что сказать-то? Скажи то же, что сказала я, когда увидела что это. Это музыкальные колонки, Джесси. Разве ты не знаешь? Теперь музыка будет звучать по всему дому. Это просто здорово. Мы старались, пап. Просто здорово. Посмотрите. Колонка. Три канала. Очень мощный аппарат. Слышно будет во всем районе. Соседи будут в восторге. Боб, а что за акцент? Как будто ты с Кубы приехал. Подождите. Минутку. А кто же все это смонтирует? Эрни? Конечно, Эрни. Ну, думаю, я справлюсь. Все, что нужно колонкам, это напряжение. Электрическое. А вот это в комплекте. Лучшие партии Супрано. Теперь вас из дома не вытащишь. Это еще не все, папа, держи. Ручная работа. Я обожаю тебя. И ты не ее расширала. Тоже ручная работа. Чехол для трубки. Фирма Сан-Рум. Ну, Джесси. Недавно в Нью-Йорке я заглянул к Тиффани. Тиффани? Как это экстравагантно. Как красиво. Большие цифры, папа. Всегда точное время. А вот еще, папа. А ну-ка. Барни. Не стоило этого делать. Но я... Попробуй, пап. Великолепно. С днем рождения. С днем рождения. Лора, зачем? Я купила от твоего имени. Ничего страшного? Нет. Спасибо. Я стал похож на того старого знакомого, Роберта Нири. Он продавал газеты, когда я был ребенком. Похоже, меня ждет та же участь. Ну, я знаю про таких, как ты тоже. Да. На любом празднике вы говорите. У меня никогда не было дней рождения и подарков. Ну, да. Поэтому держи. От меня тебе. Там даже твое имя есть. Это... Хорошие запонки. Конечно. Я ворую только из лучших магазинов. А вот и торт. Ну-ка, стол освободили. А почему только одна свечка? Потому что ты вечно молодой папа. Ну, ладно, уговорили. Вот это торт. Давайте приступим. Ты пекла оба Джесси? Нет. Франк пекла. В этом случае я влюбился. Сегодня делаю предложение. Давай. Точно? Точно. Пап, приступай. Ура! Ладно, ладно. Как всем известно, на каждом дне рождения я говорю длинную речь. Но в этот раз я буду краток. Потому что я счастлив больше, чем когда-либо. Отличная речь, роскошная. Речь торт. Мне кусок побольше. Какой хороший торт. Один есть. Может, сейчас всем скажем? Почему бы и нет? Кстати, я забыл совсем забыл вот об этом. Алекс, оно роскошное. Тишина. Прошу тишины. Настало время для рекламы. Алекс и я женимся. Женитесь? Замечательно, Лори. Просто замечательно. Примите наши поздравления. Она самая лучшая девушка на свете. Будьте счастливы. Какой чудесный день, правда, Лори? Сначала папа, теперь ты. Давайте сварим кофе к торту. Вы совсем про это забыли? Я как раз собиралась заняться этим. Я помогу тебе, Эмми. Эмми, твое дурное настроение не заразное? Пусть займутся кофе. Хорошая идея. Пойдем посмотрим на свету. Не знаю, хочу ли я, чтобы моя дочь выходила замуж за композитора, который не способен сам аранжировать свои вещи. Давай поженимся. В один день. Фрэнни! Боб? Да? Ты все еще хочешь жениться в июне? Конечно. Что ты сказала? Фрэн, ты серьезно? Подержи. Сразу две свадьбы. Моя семья станет больше. Предел моих мечтаний. Я вообще молчу. Предлагаю тост. Хорошая идея. Наполним бокалы. Наполним. Держите. Не плачь, дорогая. И на твоей улице будет праздник. Я ничего не могу поделать, Джесси. Все будет нормально. Придет твой принц. Нет, нет, ты ошибаешься. Примерно через шесть месяцев. Поверь мне, я знаю. Это я знаю точно. Джесси, у меня замечательные новости. Боб, Фрэннин, Эмми. В чем дело? Дорогая, ни в чем. Почему ты плачешь? Эмми просто не хочет оставаться одна в этом доме. Эмми, не думай так. Я же не ухожу. Все будет так, как прежде. Я знаю, просто... Эмми, мы все равно рано или поздно выйдем замуж. У нас у всех будет... много, много, много детей. Они будут играть на скрипках и на пианино. Эмми, тебе же нравится Алекс, да? Конечно, он ей нравится. Он нам всем нравится. Девочки, хватит плакать. Помогите мне с кофе. Она права, я слишком... Ты уверена, что это не из-за Алекса? То есть, было впечатление, что он тебе не так нравился, как всем. Эмми, он такой веселый. Я уверена, что со временем он тебе понравится. Лори, хватит там щебетать. Народ требует кофе, иначе никто никого не будет любить. Идем. Эмми, возьми чашки. Лори, наливай. Нет, дай я. У меня пока хотя бы рука не трясется. Ладно. Пусть каждый сам себе наливает. Все. Вот твой кофе, Барни. Лори, наливай. Лори, наливай. Субтитры создавал DimaTorzok 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 But it was just one of those things Что ты здесь делаешь? Я могу задать тебе тот же вопрос И все-таки Где ты пропадал в последнее время? Что-то не так с пианино Пианино в порядке Просто не люблю свадебный гимн И поэтому ты не придешь на свадьбу Фрэнни? Алекс придет Вот и достаточно Он сам умеет играть Свадебный гимн Я просто решил Один парень должен мне деньги Мне не хочется ехать в Нью-Йорк Но Барни, почему ты уезжаешь в Нью-Йорк? Потому что я выхожу Я все равно хочу сделать из тебя человека Я ведь девушка, которая научила тебя спать на подушках с наволочками И я не собираюсь Ты такая красивая Барни Ты выходишь замуж через час Опять мое сердце разбито И так похоже на ангела Особенно Когда на тебя падает солнечный свет Почему ты так красива? Если бы ты была обыкновенной Все было бы проще Мне было бы легче Но я же не могу выйти замуж без разрешения Это незаконно? Поздравляю Я попал к вам с улицы Познакомился с хорошей семьей С порядочными людьми С тетей Джесси, со стариком И, наконец, с девочкой по имени Лори Но с трудом не влюбиться в нее Меня вышевыривают обратно на улицу Боги возвращают меня в мою обычную жизнь Барни, послушай Нет Ты послушай меня Все время ты уверял меня, что я сам во всем виноват И я соглашался Но теперь с меня хватит Я люблю тебя, Лори Я тебя люблю, ты понимаешь? Люблю, как никто другой Барни, пожалуйста Да Да Да, мне все понятно Не стоит ничего говорить Я буду на свадьбе, буду улыбаться Поддержу Эми Я потом исчезну Подожди Поддержишь Эми? Ты разве не видишь, что она любит Алекса? О чем ты? Это правда Иногда полезно посмотреть на происходящее со стороны Сразу видишь то, что другие не замечают В смысле? Когда вы объявили, что женитесь, я видел лицо бедной Эми Она сильно побледнела и убежала на кухню плакать Она не поэтому убежала? Когда она вернулась, у глаза были красными от слез, и я знаю почему Я прекрасно понимаю Эми Нет, нет, нет Я знаю, почему она плакала Потому что я выхожу замуж Она не хотела меня терять Это же ясно? Да, да Барни, я тебе не верю Ты пытаешься меня напугать Иди домой Выходи замуж Тебя там ждут Ты врешь? Да Конечно Тебе пора У меня важная встреча Уходи Эми Эми Я здесь Привет Сделай мне одолжение Спасибо Я бы сам, но не могу Пальцы почему-то не слушаются Такие холодные Да Твои тоже Знаешь, некоторые парни могут завязывать, а некоторые нет Я ничего завязать не могу Да, я знаю Как там? Стой ровно Музыка знакомая Да, хорошая Подожди, подожди Не души, а то ведь не смогу сказать Да Извини Ну вот Отлично все получилось Спасибо Теперь я готов к свадьбе Как я выгляжу? Как? Ты выглядишь замечательно Спасибо Ты красавица До встречи Субтитры Извините, который час? Три часа двенадцать минут А у меня три часа и восемь минут Сколько на твоих, Грегори? Который час? Три пятнадцать Извините Да А мороженое? Мороженое будет? Конечно будет Это же свадьба На скольких свадьбах ты был? Что ты думаешь, случилось? Наверное, они пошли погулять Все девушки нервничают В свой свадебный день Я тоже прогулялась Но почему Лори? Почему она? Еще одеваться минут пятьдесят Я знаю, знаю Папа, который час? Я же тебе сказал Три пятнадцать, Боб Я посмотрю на кухню Хватит смотреть на часы Ты выглядишь полным идиотом Простите меня Может, по шампанскому? Моя первая свадьба Мне нужна смелость Это, наверное, Лори Эми, я открою Телеграмма, подпишитесь здесь А, вот и телеграмма Посмотрим, от кого Надеюсь, хорошие новости Первые поздравления От родственников Из другого города? Да-да, да Для тебя, Эми Для меня Это от Лори От Лори? В чем дело? Что случилось? Что? Ну же Эми Ну же Она вышла замуж За Барни Сламбо Передайте это Алексу Надеюсь, он поймет, что так всем будет лучше Я вовремя опомнилась и не совершил ужасную ошибку Когда вы получите телеграмму, мы с Барни уже будем женаты Алекс должен меня понять Прости, сынок Что мы будем делать? Папа Не стой столбом Сделай что-нибудь Я не смогу посмотреть людям в глаза Кто-то должен рассказать им все Я этим займусь Простите, преподобный Джонсон Я говорю от лица всей семьи Вам И гостям Расскажи все Алексу Он должен понять, что так для всех будет лучше Я вовремя опомнилась И не совершила Потише Я могу оглохнуть Посмотри на мой скудный оркестр, Джесс Но Рождество Вся семья снова будет в сборе Лори вернет в этот дом веселье На чем сначала, Эми? Играй потише Мне нужно плавное легато Субтитры создавал DimaTorzok Спрашивать, как у тебя идут дела, бессмысленно? Пока да Теперь моя очередь жаловаться Что? У меня суп убежал Я варила мясной бульон Давай сварим вегетарианский? У нас овощей больше нет Ничего страшного Поедем к твоему отцу И там вкусно поедим Поэтому я и испортила суп Я читала письмо Джесси Вспомнила прошлое Да Тебе пора на работу Джо тебя ждет Еще бы Я больше не выдержу теплого пива К сожалению, это смущает только тебя Ужасное место И прекрасная музыка Пуговица оторвалась Снимай Есть такой парень Барни с ламп Он играет там на пианино Я о нем слышал Посредственность Что это? Ты когда-нибудь бывала в Южной Америке? Нет Мы могли бы туда слетать Когда? Вчера Ты не говорил мне Я знаю Это была хорошая идея Мы с ребятами задумали кое-что Поехать туда Или куда-нибудь еще И что случилось? На это нужны деньги, милая На все нужны деньги 300 долларов в один конец На двоих Раньше ты мог бы поехать, да? Что ты говоришь? Поездка на одного обошлась бы гораздо дешевле, чем на двоих Забудь У меня есть еще одна идея Почему Южная Америка? Говорю, забудь об этом Они уехали, я остался Кроме того, там Жарко и душно И тропические бури Осталось только Южной Америке меня доконать Это было бы честно Так что, ребята, там А я здесь Но я не жалею Только не начинай Ну, где же твое чувство юмора? Дорогая, прости, я пошутил К черту Южную Америку Но ты меня так и не спросила Что у меня за идея? Лори Как поется в песне? Сколько стоило счастья быть с тобой эти месяцы? Ты помнишь эту песню? Ты знаешь, сколько Сумасшедший Мы вместе всего четыре месяца Пять И ты все еще меня любишь Это приятно Не знаю, может быть, все-таки ты сумасшедшая Ты сказал, что у тебя есть идея? Да, да Я подумал, давай устроим сегодня праздник Поужинаем в ресторане Можем в китайском Хорошая идея Я во всем разобрался Сколько мы за пианино заплатили? Сколько? Ты прекрасно знаешь Сто долларов Хорошо Хорошо Продадим за 75 Пусть парень выгодит 25 Я лучше умру с голода Ты закончишь свою песню на этом пианино А потом еще миллион других Я закончил три песни На этом пианино И две из них были и сдохли И обе сдохли Я не Алексберг Нет У тебя больше таланта Да Да Тогда почему ему платят за работу? А мы еле концы с концами сводим У нас все будет Откуда? Я знаю, что это правда Значит, пианино продать мы не сможем Что остается? Ничего Кое-что есть Что? Вот что, твой браслет Его браслет Конечно, почему бы и нет? Или ты все еще его любишь? Пока ты носишь браслет, он живет с нами Ты хочешь этого? Не хочешь? Тогда продавай Я встал слышать про Алицеберг и его успех Продай браслет Пока не продашь, я не вернусь А потом рассказал, как весело они провели ночь в казино Вы бы видели его лицо Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Спасибо, что подбросила, Эрни. Мне Эми приказала. Эми до сих пор тебя гонит? Да, и после свадьбы будет только хуже. Дима Торзок Ты и Эми? Да, скоро. Не бросай меня. Мне будет трудно без тебя. Лори Я чуть не забыл. Не спрашивай, как я его вернул. Это унизительно. Лори Дорогая Я так рад тебя видеть. Привет, Барни. Что ты смог приехать? Хорошо, идем. Тетя Джесси, ты замечательно выглядишь, правда? С Рождеством, Барни. С Рождеством, тетя Джесси. Заходите в дом. Лора, с Рождеством, детка. Какая красивая елка. Прелесть. Рада, что тебе нравится? Конечно. Как вы без меня справились? Было сложно, но мы справились. Как же я рада тебя видеть. Номер девять. Я так скучала по тебе. Как ты? Ты поправился. Смотри-ка. Стабильно питается. Я люблю тебя. Привет, Татул. Привет, Берг. Присоединяйся к нам, Алекс. Иди сюда. Что встал как вкопанный? Как вы все тут, папа? С ним жить невозможно. На каждую зарплату он покупает костюмы. Не правда? Я еще ни цента не заработал. Мы все еще в Филадельфии, а тут платят только по факту. Вот-вот будет Хейтлори. Посмотрим, что скажет Нью-Йорк. Да ну этих критиков. Идем, дорогие. С Рождеством. С Рождеством, Барни. С Рождеством, Алекс. Кстати, видел твою новую вещь. Поздравляю. Спасибо, ты тоже внес свою лепту в это дело. Ну да, спер твою идею одним словом. Пора готовиться к ужинной индейке в духовке. Кто это Джесси? Не испорти ужин. Эми, поцелуй меня. Вот ты даешь, Эрни. Теперь я. Ну давай, Фрэн. Давай, Фрэн. Я долго ждала этого момента, папа. Таттл по латыни любящий. Ужин. Подождите, а чем мы хуже? Нет. Спину прямо, подбородок вперед. Готовы? Да. Спасибо. Идемте ужинать. Это второй акт. Тётя Джесси, ужин был чудесным. Извините, ужин правда был отличный. Лори, ты можешь это спеть? Конечно. Я хотел бы сказать до того, как критики разорвут нас на части. Мне песня нравится. Готова? Да. Готовы. 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 Моя шляпу. Сыграй еще раз. С удовольствием, но у меня мало времени, я могу опоздать на поезд. Жаль. Да, мне вообще круто повезло, что меня отпустили с работы. Тетя Джесси. То есть сегодня ты выступаешь? Да, и завтра тоже. Не знаю, где мы найдем зрителей. В Пиладельфии все может случиться. Кто из вас жених, а кто невеста? Послушай, никто не поверит, что ты настоящий композит, то, если ты будешь присутствовать на каждой репетиции. Мне нравится хорошая музыка. Пап, отпусти его. Спасибо. Вроде твое пальто. Надеюсь, тот, кто сказал, что я сумасшедший, был просто вруном. Алекс, я весь вечер хотела с тобой поговорить. Мне надо кое-что тебе объяснить. Ты не должна ничего объяснять, просто... Скажи, ты счастлива, Лори? Я его очень люблю. Ты мне не ответила. Алекс, я положила кое-что в твой карман. А вот это ответ на мой вопрос. Знаешь, роль жены тебе очень идет. Ты так красива. Роль матери мне пойдет еще больше. Матери? У меня будет ребенок, Алекс. Правда? Да. Замечательные новости. Я рад за тебя. Даже очень. Может быть, все получилось к лучшему. Пожалуй, пойду поздравлю Барни. Ты не против? Нет, не надо. Он еще не знает. Как? Я сама вчера узнала. Скажу всем в полночь. Это мой подарок к Рождеству. Лучше, чем запомни, не так ли? Да. Мне кажется, ему понравится твой подарок. Правда. Наверное, тебе пора. Да, наверное. Прощай, Берг. Прощай. Сламп. Как раз вовремя. Готов, Алекс? Да, давай, подвезу тебя. Нет, не нужно. Мы поедем с Фран. Боб подведешь до магазина. Хочу купить сигарет. Конечно. Тетя Джейси, спасибо. Вы бесподобны. Я лучше подвезу Алекса до станции. У меня есть к нему личный разговор. Хорошо, только пройдусь с вами до магазина. Куплю пару сигарет. На обратном пути подхватишь меня. Здесь же. Поехали, время поджимает. Счастливо, Алекс. Счастливо. Алекс, залезай. Поехали. Я попросил Боба дать мне машину, чтобы довезти тебя до станции. Хотел сказать, что каюсь. Прости, что все испортим. Забудь эту историю, Барни. Я всегда все порчу. Есть один положительный момент. Мне самому достается больше всех. Как у тебя дела? Так себе. Работаешь? То там, то тут. Значит, все в порядке? Вроде да. На прошлой неделе я видел Джейка. Он собирался в Южную Америку. Мы говорили о тебе, он сказал... Он врет еще больше меня. Сделай мне одолжение, Берни. Конечно, все, что хочешь. Давай одолжу тебе немного денег, пока дела не пойдут в гору. Ты не устал быть таким хорошим, Алекс? Я не могу взять деньги. Увы. Почему? Кто знает. Я новый человек, по крайней мере, мне так говорят. Старый Барни взял бы. Он был дураком. Досильщик. Да, сэр. Спасибо, что подвез. С Рождеством. Барни. Возьми. Подожди. Для Лори. Обрадуй ее. С Рождеством. С Рождеством, парни. Да. С Рождеством. КОНЕЦКИКИ Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ты не против поговорить на эту тему? Конечно, нет. Ты не поверишь, но... Я думала, что влюбилась в Алекса. Правда? Мы все влюбились. А потом твоя телеграмма, и мы все чуть с ума не сошли. Все, кроме Эрни. Он был спокойно достоин. Наверное, тогда все и началось. Ты и романтичный слесарь. Смешно, Лори, знать кого-то так долго, и... Потом понять, как много он значит для тебя. Например, ты и Барни. Ты ведь не знал сначала, что так его полюбишь? Теперь знаю. Эми, я люблю его так сильно, но... Не могу ему доказать этого. Правда? Но ты же вышла за него замуж. Это разве не доказательство? Нет, он думает, что он неудачник. И его никто не любит. Он всегда такой холодный, Эми. Он не подпускает меня к себе. Дорогая, все будет хорошо. Просто знай. Кроме того, ребенок. Ты можешь представить Барни в руле отца? Нет. Все будет замечательно. Я надеюсь. Нет. Боб попал в аварию. Помолчите. Так, госпиталь Святого Иосифа. Так. Да. Я приеду с его женой. Как он? В дело плохо. Девочки, возьмите пальто. Укутайся, Джесси. Я никогда его не радовала. Я никогда его не радовала. Даже не старалась. Френ, не говори так. Он такой хороший. Добрый, нежный. Я к нему плохо относилась. У тебя будет шанс. Потому что он поправится. А если... Если... Френ, хватит. Френ, это не Боб. Лори... Лори... Барни? Он был в машине Боба. Барни. Барни. Лори. Да, милый. Мои боги даже умереть мне по-человечески не дают. У тебя есть сигарета? Все будет хорошо. Ты мне обещал. Помнишь? Вспомни. Я помню, милая. Да, слушайте, ему нельзя курить. Он поправится, доктор? Он поправится? Перестаньте, миссис Ламп. Барни, не сдавайся. Барни, ты не можешь. Я так люблю тебя. Ты мне нужен. Пожалуйста. Барни. 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 У нас будет ребенок. Ты меня слышишь? У нас будет ребенок. Барни. Барни, ты не должен сдаваться. Барни. 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 Бог. Барни. 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 Это будущая. Барни. 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 Этоела. Барни. Батюро. Субтитры сделал DimaTorzok Доброе утро, малыш. Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Доброе утро, малыш. Добавил субтитры DimaTorzok Доброе утро, малыш. Добавил субтитры DimaTorzok Доброе утро, малыш. Добавил субтитры DimaTorzok 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 DimaTorzok